Это для нас большое событие. Мы теперь объединены сразу же на международную конференцию. Сегодняшние спикеры, которые подготовились в важнейший материал, который обогатит нас и даст возможность больше узнать и о наследии Миквуха Маклая, и о том, что делается в настоящее время, и о том, какую роль он действительно сыграл в свое время, для того, чтобы мы собирались из года в год на маклайских чтениях, и почему, в конце концов, этнографы признали его человеком своим настолько, что его день рождения празднуют как день этнографа. Долгие годы на чтения проезжали такие знаменитые люди, как Данил Тумаркин, Ольга Миквуха Маклай, сотрудники Кунсткамеры, Института океанологии, гости из Австралии, ну и, конечно, многие другие. Ну, одним словом, работа была проделана огромная, экспозиция вызвала, и до сих пор до сегодняшнего дня продолжает вызывать живую отклик у жителей и гостей нашего города. И это понятно. Ежегодно она выполняется как экспонатами, так и новым каким-то оборудованием. За это, конечно, огромное спасибо и нашим дарителям, спонсорам, в частности, Николаю Николаевичу Миквуху Маклаю и сотрудникам его фонда, в частности, Евгении Желудь. Огромное тоже спасибо. Всегда готовы поддержать нас и словом, и делом. Ну и, конечно, всем тем людям, которые в свое время стояли у истоков работы по сохранению наследия нашего земляка в Акуловке. Надо сказать, что наряду с копиями многочисленных фотографий из личной коллекции семьи ученого, копиями его писем, рисунков, дневниковых записей и других документов достаточно широко представлены и подлинные экспонаты с берега Маклая, что, конечно, вызывает особый, живой интерес у посетителей. Наполняет нашу коллекцию и фотополодно, яркие такие, сочные, сделанные в 2017 году в рамках экспедиции на берег Маклая, организовал которых потомок ученого, его полный тезка, Николай Николаевич Миквуха Маклай. У посетителей появляется вот такая уникальная возможность сравнить, как изменился быт новогвинейцев за последние 150 лет. В течение этого учебного года у нас проходил конкурс «Экспедиции трех веков по следам Миквуха Маклая». Мы готовили весь этот материал, а в последующем представили его для образовательных учреждений, чтобы они начали участвовать в конкурсе. Проводили точно также лекции. На удивление, мы не ожидали, что так много действительно молодых школьников и молодых ученых мало того, что интересуется, еще настолько грамотно это все дело подают. Так вот, нами были отобраны эти заявки в несколько этапов. У нас было три места за участие в этом конкурсе, и плюс у нас было принято решение, поскольку было много участников, представить и сделать конкурс по присуждению специальных наград. Специальные награды – это, первое, за неординарный подход к участию в проекте, и второе – это за активное участие. Работы победителей, как пример того, как правильным образом ребята готовятся, будут сегодня размещены на сайте специально подготовленной страницы наших победителей, а в рамках также фонда имени Миклуха Маклая существует молодежное крыло, которое занимается как раз именно всесторонней работой, исследовательской работой как по наследию Миклуха Маклая, так и экспедиционной работой, так и новыми онлайн-музеями, другими проектами, в которые мы точно также будем приглашать и вовлекать уже людей, которые прошли этот конкурс. Еще раз хотела бы в начале своего доклада поздравить ребят, их руководителей, которые такое активное участие приняли во всероссийском конкурсе. Очень приятно было слышать, что так много заинтересованных людей. Студентам четвертого курса нашего исторического факультета было предложено определить, какие темы школьного курса «Истории России» и «Всеобщие истории» подходят для включения материала о русских путешественниках в рамки школьного курса, для проведения уроков, для того, чтобы формировать у школьников комплексное видение и представление о развитии истории мира, в том числе России. Один из фильмов нами был взят для работы со студентами. Это был фильм «Русские названия географических объектов в океане». Я очень впечатлена вот всеми этими молодыми лицами из России, из разных маленьких мест России, потому что когда-то, много-много лет назад, я вот так же мечтала о том, что когда-нибудь я окажусь на этом берегу и пройду вместе с Миклухом Аклаем по тропинке. И вы знаете, в конце концов, все это получилось. Мы знаем, что Миклуха Аклай прошел путь от биолога к антропологу, затем к этнографу и, наконец, к борцу за права народов океании. И поскольку все это происходило на берегу Маклая, лежащего для русского, для советского восприятия мира где-то за пределами реальности, он, в общем-то, в массовом сознании воспринимается как яркая комета, далекая от русской жизни. Но я предлагаю попытаться осмыслить деятельность Миклуха Аклая именно в контексте русской жизни, русской этнографии. Таким образом, мы можем говорить о появлении в последние десятилетия 19 века этнографа нового типа, этнографа народника. И, что удивительно, Миклуха Аклай с его экзотическими местами деятельности замечательно вписывается в их когорту и хронологически, и по духу, и по методологии. Как один из экспертов конкурса хотел выразить, можно сказать, глубочайшее почтение тем педагогам, которые готовили детей, готовились с ними к работе. Громадная работа, грандиозная проведена, и дай Бог, чтобы они не остановились в своем интересе к познанию истории нашей страны, к познанию истории взаимоотношения нашей страны с Папуановой и Гвинеей, к изучению опыта и примера Николая Николаевича Маклая, великого гуманиста. Ремень работ невероятного качества. То есть, если так сказать, что мы сразу же получаем хороший актив серьезных исследователей, поэтому конкурс нас всех многому научил. Книга, вышедшая по итогу конкурса и в рамках этого проекта, она также уже распределена среди образовательных учреждений, но их всего тысяча, а образовательных учреждений многим больше. Поэтому все это доступно в электронном виде. Пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь бесплатно. Еще раз хочу пожелать всем здоровья и поблагодарить за тот серьезнейший вклад, который мы сейчас сделали благодаря общим усилиям в то, чтобы наше молодое поколение знало больше и о Миклуха Макла, и в том, чтобы наша работа не пропадала зря, а действительно служила во благо науки и человечества. Продолжение следует...